Десятая годовщина войны Стороны рассказывают совершенно противоположные истории. Это называется избирательность или стремление к интерпретациям или ложь. В любом случае война 2008-го, несмотря на прошедшие десятилетия, остается крайне чувствительной, очень личной для многих темой. И слышать чужую правду не хочет никто. А точнее тянуло с принятием решений до последнего. Эксклюзивное интервью с представителем Госдепа Майклом Карпентером. Мы также поговорим с военным экспертом Павлом Фельгенгауэром, предсказавшим эту войну. Одним словом, не переключайте канал. По эту сторону Атлантики в нескольких тысячах километров от Грузии прошла демонстрация в поддержку южнокавказской страны под лозунгом «Нет оккупации». Небольшое собрание выходцев из Грузии и сочувствующих иммигрантов из других постсоветских стран приурочено к десятилетию российско-грузинского конфликта. Прошло оно у здания ООН в Манхэттене. Были здесь украинцы. В 2008 году Киев одним из первых, наряду с Ригой, Таллином, Вильнюсом и Варшавой поддержал официальный Тбилиси. И вот что говорили участники этой акции. Были ребята, которые за меня воевали там в Грузии. За меня жизнь положили, за меня и остальных грузинов. И чтобы почтить память, я не мог не приехать. Мир сформировывается. Мы ушли от Средневековья и начали как-то очеловечить себя и как-то хотим жить нормально. Без этих территориальных притязаний, без войны. Но Путину нравится, когда он великий и хочет восстановиться, потому что он сказал, что самая большая геополитическая трагедия 21 века – это крушение Советского Союза. Сейчас поговорим немного об официальных заявлениях сегодняшнего дня. Вот, например, Америка. США никогда не смирятся с оккупацией Грузии. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили. Помпео еще раз подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Сегодня же 11 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ опубликовали официальные заявления, приуроченные к 10-й годовщине Российско-Грузинской войны. Я процитирую. Группа друзей Грузии призвала Москву вывести войска с оккупированных грузинских территорий и отказаться от признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии.